Слишком много льда, если бы половину льда убрать, соли не хватает, зелень тут конечно подубита, причем рыба, непонятно что за рыба, но не самая идеальная Здарова, с вами Глеб Юрошков и ты на канале Питерский Ед, сегодня мы идем в необычное заведение под названием Бабагануш, пойдем покажу что там есть Друзья, ну что, сегодня мы пробуем Лижневосточную кухню Бабагануш, точнее даже это израильская кухня, как они себя позиционируют, вот такое простое меню, двухстороннее, мы уже сделали заказ, средняя позиция, ну здесь конечно трудно назвать среднюю позицию, но типа вполне себе можно взять любое блюдо там за 420 рублей, конечно то что связано с мясом подороже В общем мы взяли хумус с питой, 260 рублей, это чтобы попробовать местный хумус, взяли магрибский суп с говядиной, 340 рублей, на самом деле 340 рублей для супа с говядиной достаточно дешево, посмотрим как это выглядит Взяли Дагзаав, это пита с хрустящим рыбным фишкейком, попробуем и взяли мы с Юркой Восточный базар, это филе бедра с кучей разных овощей, посмотрим как это выглядит, по стоимости 720 рублей Ну и конечно же домашний лимонад, граната анис, литр 600 рублей, если взять 0,3, то по стоимости 240, в последнем заведении было 190, ну вот тоже в принципе плюс-минус нормально, поэтому будем пробовать Также здесь кстати есть бизнес ланчи, 490 рублей, суп горячий, салат и напиток Ну и вот к этому бизнес ланчу специальная цена на вино, 250 рублей, белая и красная, ну правда 100 миллилитров, то есть если вы возьмете 150, то это будет как обычная цена Не знаю почему это специальная цена, нам вынесли лимонад, 600 рублей, в грузинских заведениях, чтобы лед не летал, специально подают такую типа зацепку, я не знаю как это по-барменски называется Ну короче, чтобы лед не вылетал, накрывают специальной крышечкой, здесь нет, со льдом, бокальчики небольшие Очень хорошо чувствуется гранат, но при этом совершенно не чувствуется анис Слишком много льда, если бы половину льда убрать, то было бы вкуснее, приятнее, ну 600 рублей, наверное, такому, вот конкретно такому лимонаду стоимость 450 все-таки Потому что льда очень много и, короче, основа лед, средняя, ставим четверку Под последним видео был хороший комментарий, сейчас его процитирую Приведи себя в порядок бомжара, а я считаю, на свои 23 я выгляжу, а как считаете вы, напишите в комментариях Итак, друзья, хому с фитой, 260 рублей, по подаче хорошая прикольная тарелка, но единственное, сбитый краешек у него Но в остальном, если на это не обращать внимания, такое произведение искусства, гнездо с орешками внутри Ну и, естественно, пита отдельно, питу подогрели, она горячая Ну, пахнет обычным фумусом, давайте пробовать Очень мягкая пита, но супер пресный хумус Масла много чувствуется, им сверху полили, может быть, просто нужно распробовать Соли не хватает, мы это исправим с помощью лимона Так Другое дело Почему я взял хумус? Для того, чтобы вообще попробовать, какой он здесь Обычно, когда ты берешь какой-нибудь магазинный хумус, он сильно отличается вот от этого Я думаю, что, наверное, здесь все-таки он приближен, потому что в магазинном хумусе много соли И ты это сразу чувствуешь, и его приятнее есть, чем этот Ну, это такой честный момент от Глеба Ирошко Хумус ничего такого, с лимоном, естественно, вкуснее Наверное, я поставлю ему четверку Такого эффекта вау от хумуса я не получил Но вынесли буквально через сколько? 30 секунд, да, минута Достаточно быстро для... Ну, и понятно, хумус готовить не надо По тарелочке гнездышко сделал и отправил на столы В общем, хумус 4 Ну что, друзья, вынесли магрибский суп По стоимости 340 рублей Кстати, вот с приборами есть вот такой бочонок Уже достаточно потертый временем Порция, на самом деле, небольшая, естественно Поэтому понятно, почему это стоит 340 рублей Стандартная тарелочка, я думаю, грамм, наверное, 200-250 Внутри соотношение бульона с ингредиентами вполне себе адекватное Мне кажется, таким именно суп и должен быть А теперь давайте пробуем Приятный, нежный, не сильно крепленный говяжий бульон Но ему, я не знаю, может быть день сегодня такой Но ему не хватает сольки Ну реально, если бы чуть-чуть добавить соли Было бы во много раз вкуснее Что касательно говядины Вкусная, разваренная говядина без жира Достаточно, кстати, хорошее соотношение Фасоли с овощами и мясом Потому что, ну реально, смотришь Точнее, перебираешь то, что внутри находится ложкой И видишь, что ребята не зря поставили такой приятный ценник 340 рублей для такого супа Рекомендую однозначно Этот суп 5 А если добавить туда немножечко соли, то 5 плюс Ну что, с супом покончено Кстати, он слегка островатый Я, к сожалению, это понял чуть попозже И присутствует, как будто бы, такой легкий Легкая сладость Мне очень напомнило Есть такой соус Наршарап он называется По-моему, он из азербайджанской кухни Очень хороший соус Такой сладковатый Как будто бы в этом супе он присутствует Поэтому супу однозначно 5 Нам вынесли восточный базар Это филе бедра на гриле в пряном маринаде Томатный кускус Маринованная капуста Карамелизированный лук Кукуруза Брокколи Битые огурцы Нут фримик Зелень и мятный соус 720 рублей за вот такую тарелку Выглядит на самом деле достаточно большой порцией Но сейчас будем смотреть Потому что мы уже встречали в других заведениях большие порции А по факту потом так ковырнешь и хоп А там подушка из листьев петрушки Начнем, наверное, с мяса Мясо не сухое Очень нежное При этом чувствуется вот этот грилек На котором оно делалось Плюс здесь кускусик Кускус почему-то слегка сладковатый Зелень тут, конечно, подубита Но для девушки Из последнего видео, который писал мне комментарий Вот это петрушка Не кинза, петрушка Шикарно Также здесь есть, естественно, кукурузка Но кукурузка у меня не добралась Маринованные овощи Хочется попробовать битые огурцы Но, наверное, китайцы все-таки с битыми огурцами делают вещи поинтереснее Здесь они больше, наверное, типа взяли огурцы Порезали, кинули в маринад Чуть-чуть там поворошили И сразу выкинули Но чувствуется, что они не битые, а нарезанные Добитые делаются чуть по-другому Но вообще вкусно Вот такая зеленушечка в виде брокколи Вот брокколи 100% свежая Не заморозка Потому что, ну, это прям чувствуется Растительные волокна Зубами прям чувствуются В остальном Достаточно много мяса, реально много Не пожалели Прикольный Маринованный сладкий лук Офигенно, прям с кускусом Идеальное сочетание И если вдруг Девчонки пойдут в это заведение То вот одного вот этого блюда Для девушки Будет вот так Прям Этого достаточно 100% Ставлю ему пятерку Было бы пять с плюсом Но из-за Жухлой зелени Все-таки хочется поставить пятерку Потому что Все-таки на такое блюдо Красочное Здесь много красок прикольных И зеленый там Фиолетовый И желтый Вот зеленушка Красивая, свежая Смотрелось бы лучше Итак, последняя позиция Которую мы сегодня пробуем Я попросил что-нибудь Конкретно Прям из израильской кухни Что делают именно там Мне порекомендовали Дагзаак 420 рублей Это пита с хрустящим рыбным фишкейком Свежими томатами Шпинатом Зеленым луком Маринованным огурцом И авокадо Финиковый соус Присутствует Давайте пробовать Выглядит это вот так Подается В вот такой Прекрасной пиалочке Для супа Вот суп был Вот в этой прикольной Мне кажется А вот это на плоской Ну ладно Это лично Лишь мое мнение Здоровенный кусок рыбы Если это рыба Да Давайте пробовать Пита Он, кстати, острый Я не знаю Рыбный это фарш Или Я не знаю Какими-то нам Условно кусками Это делаю Скорее всего Это рыбный фарш Сразу Сладкий привкус Остроты пока А, ну вот острота появится Видимо После того Как я съем Вот этот Красный перчик Который я в прошлый раз ел Не зря, что он острый Потому что вот этот вкус рыбы Причем рыба Непонятно, что за рыба Но Не самая идеальная Но После того, как я сделал Немножко остроты Вкус как будто бы Хого Такое же, как будто бы Специя Может быть Она здесь не присутствует Но соус стопудово Сама пита, кстати Небольшая Вроде бы кажется Но по факту Это такое Увесистое блюдо Ну, тем, кто любит рыбу Я думаю, что зайдет Вообще Это обычная белая Белая, естественно Белая рыба Когда опускаешься чуть пониже Когда укусил уже несколько раз Чувствуется, конечно Покуснее это все Потому что первый Это вот этот Рыбный привкус Который лично мне Не очень доходит Но я решил попробовать Ну, в общем Если бы это было Например С бараниной Это было бы Во много раз вкуснее Но с рыбой тоже хорошо И тем, кто любит Да Я думаю, подойдет Потому что Это не сухо Это интересно С точки зрения Специи и соуса Поэтому Поставим четверку Вполне себе адекватное блюдо Но здесь Панировка Видимо, уже настоялась Потому что Пришлось постоять блюдо Немножко И она Набрала воды И, конечно, это уже Не хрустящий Такой рыбный кейк А Скажем Пельмешечка Ну, вполне себе Подходит Такое название Под хумус Не хватило Одной питы Мы решили попробовать Вот с последней позицией Хумус И немножко Поизвращаться Дагзаах Она называется По-моему, да? Да, Дагзаах Как это будет? Ну Кстати, неплохо Холодный хумус Дает приятный вкус Наверное, все-таки не четвертый Трис плюсов пускай будет Да? Вынесли нам вот такой счет Общая сумма 2340 рублей Это хумус с питой 260 Магрибский суп 340 Восточный базар 720 Дагзаах 420 И Гранат Анис Литр 600 рублей Что сказать по Ценнику Наверное, он Правда, я не знаю, как так получилось Вот в последнем заведении Было примерно Такое же количество Блюд Стоимость 2340 А там, по-моему, 1700 Да, кстати Это появится здесь О нем Вот здесь Появится, да Ссылка на это видео Наверное, все-таки Ближневосточная кухня Такого формата Не совсем моя Мне очень понравился суп Никакой хумус Ну, никакой он Потому что Мне не хватило соли Лишь поэтому В остальном Как бы Я думаю, что это Вполне себе адекватная история Которую Настоящие Израильтяне Примут и поймут Что касательно Соответственно Восточного базара Тоже Хорошее Такое Хорошее Такое Большое Блюдо Которое 720 рублей Своих стоит Итак, друзья Рейтинг Глеба Ерошкова По атмосфере Это такой Типа Стрит Формат Здесь Очень ограниченное Количество Столов Мы вот сидели Буквально за 15 минут Заполнился зал Прикольные Такие фишечки Дизайна Вот, например, на стенах Такие прикольные Люстры сверху Не жарко Хотя сегодня У меня на улице Жутко жарко Прям Офигеть Как Есть открытый бар И есть открытая кухня На которой часть готовит Соответственно Закрытая кухня Часть готовит здесь Видимо Вот здесь Такие типа Супер Стрит-позиции Готовят Поэтому По атмосфере Прикольная Негромкая музыка Ну как Негромкая Наверное Выше среднего Слегка Громковата Для меня Ну Я, наверное Поставлю Пятерочку Мне нравится Если прийти сюда Вечерочком Взять пару бокалов Пива Прям Хорошо Номер 2 Это еда По еде Я уже тоже Много сказал Общая оценка Наверное 4 Есть классные Позиции Есть не очень Я думаю Четверка Для этого заведения Вполне Себя Хорошая Три Что касательно Обслуживания Все Очень Мега Быстро Есть конечно Вопрос По поводу Вот мы например Снимаем Там камера Кадр Туда-сюда А ребята Не думают Типа залетают Закидывают И так далее Но и они Не должны думать О том Чтобы там Я не знаю Мне было комфортно Снимать Вот То есть такая Непринужденная Обстановка Но я бы даже Может быть Сказал Дружеская Поэтому Обслуживание Ну поставлю 4 Только лишь из-за того Что в кадр Влетали Прям Не думая Несмотря Ничего Лови Номер 4 Парковка Что касательно Парковки Транспортной Доступности Здесь рядом Площадь Востанья Метро Можно доехать Соответственно На машине Поставить На парковку За 100 рублей Наших городских Машину И спокойно Пойти перекусить Я передвигаюсь Периодически На самокатах Если это не Какие-то Сильно длинные Расстояния В общем По транспортной Доступности 5 5 По цене Опять же По цене Я много всего Сказал Мне кажется Что Это нормальная Средняя цена По городу Сюда Можно Приятно Совершенно Прийти С друзьями И хорошо Посидеть Отдохнуть В такой Непридужденной Обстановке Общая оценка Заведению 4 Эту оценку Повлияла Соответственно Еда На эту оценку Повлияло Обслуживание И наверное На эту оценку Вот сейчас Кстати Почему-то Увеличили Громкость Музыки Заведение Рекомендую Те Кто любит Ближневосточную Кухню Я думаю Вам Я безумно Рад Всегда Комментариям Даже если Они негативные Ставьте лайки Друзья Если вдруг Кто-то Хочет Видеть Меня Чаще Ссылка На Телеграм Под Этим Видеом Пока Пока Мы ели Я забыл Оплатить Парковку Штраф Теперь Сколько Я не знаю 3000 рублей Вот такая Транспортная Доступность Сегодня Вместо 100 рублей Заплачу 3000 рублей Не очень Приятно Но Как говорится Как есть Поэтому Да и Пошло Оно